Всем привет, вы находитесь на канале FastGuardTV и добро пожаловать в Skyrim. Мы с вами продолжаем, люди продолжают мне мешать здесь в таверне в Вайтране и... Первый, более-менее всё-таки серьёзный, наверное, заказ от гильдии воров, медоварня Хонинга. Предлагаю выдвигаться. Задание получено максимально понятно, максимально примитивно. Проблем возникнуть не должно. Думаю, надо ли зайти к билетору, по-моему, нет. Нет, у меня 100% есть какие-то ожерелья, кольца и тому подобные штуки. Так ли у меня их много. В Вайтране сейчас должна быть хорошая погода. Я на это надеюсь. Потому что опять последние, получается, сколько, два дня, ну, два вечера, идёт дождь. Сильный дождь. Ну, же. Выпусти меня. Что, только утро, что ли? Столько вышли, да и по свету понятно. Так, она, да, совсем близко. Медоварня Хонинга, я же мимо неё уже ходил очень много раз. К ней, кстати, можно, наверное, и переместиться. Чтоб не ждать лишний раз. Очень удобно, когда и задание, и место выполнения, это вот одно и то же. Ну, примерно. Потому что, когда нужно было ходить в Вайтран, забирать задание и отправляться из Вайтрана куда-нибудь, там, Солитюд или ещё куда. Это вот не самое продуктивное общение. Так. Ну, здрасте. Я не выгляжу подозрительно, нет? Ни разу. Хотя он же ищет кого-то, кто избавится от крыс. Значит, это должен быть человек с навыками сражения. А, прям здесь. Да что ты пялишься? Не видишь, у меня тут проблемы. Что-то не так? Ты что, издеваешься? Посмотри вокруг. Я должен подготовить дегустацию нового особого мёда Хонинга для капитана стражи. Если он увидит медоварню в таком состоянии, для меня всё будет кончено. Ну, я могу помочь. Да ну. Ещё скажи, что сделаешь это просто по зову сердца. Надеюсь, ты не будешь требовать оплату авансом. Я только так и работаю. Ну уж нет. Я так не работаю. Так что забудь. Ладно, хорошо. Тогда оплата по факту. У меня одно требование. Этих паразитов нужно уничтожить раз и навсегда. Пока моя репутация не погибла окончательно. И как это сделать? Я купил яд. Хотел заставить этим заниматься моего ленивого помощника Малия. Но он опять куда-то запропастился. Если ты его положишь в гнёзда этих тварей, они уже не вернутся. Рукам. Не возвращайся, пока все они не передохнут. Ну вот. Теперь мне всё это убирать. Ну да. Твоя медоварня. Ненадолго, правда. Так. Куда ты меня ведёт? Не уверен, куда. Медоварня, медоварня. Так, я это мне дал? Пойдём. Тут злокрысы будут сейчас. В каком-то количестве. Может, кстати, пауки. А пауки мне нужны. Между прочим. Хотя... Ну, не знаю. Если я пауков здесь увижу, это будет странно. Смотря на сколько здесь задница. Ядовитые злокрысы. Блин, друг. Ну вот если у тебя в подвале пещера, то я бы не удивлялся. Что к тебе лезут злок крысы. Тут реально тогда и до пауков недалеко. Они про... Они здесь есть. А, подожди. Ну это только злокрыса, да. Только... Этого злокрыса запаутинила... Вот это. Так, мне нужен яд обморожения. Не спрашивай, зачем. Просто нужен. И... Па-па-па-па-па-па. Есть у них где-нибудь здесь гнёзды? Придётся, к сожалению, покопаться. Это что такое? Это, видимо, тоже злокрысы в паутине. Только какие-то суп... Подожди, это злокрысы. Какие-то надутые. Что это такое? Нужно ещё их яйцо, потому что... В музее можно экспонаты с разными видами животных выставлять. И для этого требуются всякие материалы. Ну то есть, там, если волк, то волчья шкура, например, от медведя. Медвежья шкура и когти. Там саблезубы. Аналогичная ситуация. И вот от пауков требуется и от обморожения, и их яйца. Вот уже гнездо должно быть уже здесь. Мужик! Ты ещё кто? Критическое попадание. Они вообще пережить не могут? Мы... Двух с половиной кратный вообще. А, подожди, двух с половиной кратный? Так у меня же... А, у меня двух с половиной кратный и плюс... Плюс критическое x3 по способности. Господи, я урона-то столько наношу теперь. Так, ожерелье... Умелых рук. На 20% повышает шанс карманной кражи. Не очень мне нужно, но тем не менее. И кто ты? И что ты? Сейчас мы про тебя прочитаем. Узнаем всю твою подноготную. Есть ещё? Проблемы. Какая-то дыра. Так. Три вора. Семь септимов и... Как мне? Готово. Так. Дневник Хеймлина. Десять лет насмешек. Десять лет тюрьмы. Десять лет изгнания. Дети бросали в меня камни. Женщины плевали мне в лицо, когда людишки тащили меня в тюрьму в Айтране. Они назвали меня угрозой для их жалкого существования. Говорили безумец и сумасшедший. Разве может безумец незаметно бежать из тюрьмы? Может ли сумасшедший устроить лабораторию прямо у них под носом? Может ли психопат создать могучую армию из обычных злокрысов? Когда я был учеником алхимика в Винтерхолде, мне было не лучше. Эти эгоистичные недотёпы не могли оценить мои способности. Где они сдавались, я одерживал победу за победой. Но разве они признали мой гений? Оценили мой великий вклад? Нет. Мои наставники били меня, говорили, что я безответственный, а Архимаг выбросил меня на улицу, как обычного бородягу. Пока мои враги жиреют и слабеют, пока они не помнят про Хеймлина и его величие, я собираю свою армию. Я призову все силы, какие только у меня есть, чтобы отомстить им. Благодаря невольной помощи Сабьорна, мой легион с каждым днём набирает силу. Каждая... Какая ирония, те же ингредиенты, из которых он варит своё мерзкое пойло, теперь идут в пищу моим чадом. О, они поплатятся. Меня смешит то, что они не подозревают о грядущей каре. Я сравняю с землёй Вайтран и сожгу до тла Винтерхолд. И когда они познают ярость, которую я на них обрушу, когда мои чада будут грызть плоть с их костей, они придут умолять и валяться у моих ног. Но им не будет пощады, ни передышки, ни сожаления. Я буду смеяться и танцевать, и радоваться над их изуродованными трупами. Время воздаяния пришло. Десять лет боли. Десять лет унижений. Десять лет смерти. Почему все такие птики всегда становятся какими-то некромантами и ставят дебильные эксперименты? Не понимаю. Так, всё здесь? Больше никого нет? Крысы не довелись. Только ещё кое-что нужно отравить. Уже немного по-другому с заказом, так сказать. Я что? Я просто мимо проходил. Ученик. Да что за... Один септим. Лучше закрыть её, наверное, нет? А то догадаются. Ну... Чистое выполнение. Никаких вопросов возникнуть не должно. Тебе что-то непонятно? Всё готово. Ну, самое время. У меня уже сил не было капитану зубы заговаривать. А моя плата? Тебе придётся подождать, пока капитан не закончит. Можешь тут посидеть пока, если хочешь. Так, Савьорн. Теперь, когда мы решили твою маленькую проблему с вредителями, что если я испробую твоего мёда? Конечно, мой господин. Это мой лучший мёд. Зовётся особый мёд Хонинга. Думаю, вкусовая палитра придётся вам по нраву. Да брось ты. Это мёд, а не вино. Чтоб его нюхать и смаковать. Во имя Восьмерых? Что... Что это такое? Я... Я не знаю. Что-то не так? Ты уверял меня, что тут всё чисто. Я тебя... Я тебя в кандалах сгною. Нет, пожалуйста. Не понимаю. Молчи, идиот. Сам виноват. Не стоило располагаться в таком загаженном месте. Умоляю, пожалуйста. Всё совсем не так. Ты, ты тут будешь за старшего, пока я совсем не разберусь. С удовольствием. А ты... Ты идёшь со мной в драконьий предел. Увидим, как тюремный воздух прочистит тебе память. Теперь... Двигай. Послушайте, уверяю вас. Это какое-то невероятное недоразумение. Сказал, двигай. Прощай, Сабьерн. Да у стражника будет весёлый вечер, я думаю. Всё прошло как нельзя лучше. Тебе ещё что-то нужно, прежде чем ты вернёшься в Рифтен? Мне нужно проверить книги Сабьерну. Значит, Мавин хочет найти частного партнёра Сабьерна, да? Тогда тебе прямая дорога в кабинет Сабьерна. Он держит большинство бумаг в столе. Вот. Это тебе пригодится. Ты, знаешь, почему ты не упомянул того психа, который живёт в тоннеле со злокрысами? Мне показалось, будет лучше опустить кое-какие детали в наших предыдущих разговорах. Не хотелось давать тебе повод отказаться от работы. К тому же Мавин счастлива, что мы избавились от него. А мне теперь не придётся тратить деньги на убийцу. И что ты будешь делать с медоварней? Начну превращать её в медоварню Чёрный Вереск Запад. И чем скорее, тем лучше. Такой у Мавин план на это дело. Она меня назначила тут главным, чтобы мёд шёл без перебоев. Так этим я и займусь. Если будешь в округе и захочешь сбыть с рук что-то краденое, дай знать. Не забудь замолвить за меня словечко перед Мавином. Так, а я могу это забрать? Нет. К сожалению. Да я... Мне вот все продолжают предлагать... Я не могу поверить, что всё получилось. Да я могу. Я это сделал. Все продолжают предлагать, если хочешь сбыть что-то краденое. У меня, во-первых, ну... У меня не то, чтобы есть краденое. Я не то, чтобы краду вещи. У меня есть не мои вещи, но они не совсем краденые. Они просто ничьи. Ну и как бы место у меня для этого уже имеется. Игра за обедом. Ну, тут тоже кража, наверное, но... Как бы особо не принципиально. Так, что тут? Что у него здесь вообще есть? Ничего интересного, серьёзно? Ваба-джек. Так, уведомление о расчёте и 5 септимов. Уведомление о расчёте. Надо пытаться просто понять, что происходит вообще. Опять этот знак, уважаемый Сабьерн. В прилагаемом к этому письму ящике ты найдёшь последнюю часть платы. Как мы договаривались, теперь медоварня Хонинга должна начать полномасштабное производство. Что же касается твоих опасений о вмешательстве Мавин в Чёрный Вереск, то, уверяю тебя, я сделаю всё возможное, чтобы держать её и её дружков на расстоянии. Это начало долгого и успешного будущего для нас обоих. Ну элементарно, кто-то просто продолжает действовать против гильдии. А вот кто, что и как, это нам нужно выяснить. Почему некоторые экспертные замки я открываю очень легко, а этот как-то очень туго идёт. А это из этих. Да. Графин с мёдом Хонинга. Ну а ещё одна, окей. Я открою. Сребряные. Ладно, у меня пока есть место. Ну давай, что ты прячешь. Ууу, сколько у тебя тут денежек-то. Мало, кстати, 35 всего. Так, да, дополнительный перкпоинт за 50 уровень. И 17 сепсий. Что такое, Хонинг? Я не понимаю. Пока что взлом у меня просто... Я не понимаю, что происходит, правда. Это что-то очень странное. Так, принц-нищих у меня вроде есть, но ладно. Подлинная Барензия, том 3. Вот какие там тома у меня собраны, я точно не помню. Подлинная Барензия, том 2. Короткая история империи. Давай всё заберём. Вот этого у меня точно нет. Том 5 нет, столько у меня нету. И кошки Скайрима. Нормально. Хорошо, миссия выполнена. Можно возвращаться в Рифтон. Не думаю, что Малейс похватит с этих книг. Так что удач. Это какой? Это третий, наверное, уже замок, да? Я взломываю, и там просто 1 септим, 2 септима, 3 септима. Что за дела вообще? Такая странная просто ситуация. Так, Кмавин, да? Кмавин это... Она там же сидит, в Рифте не ожидает меня. Дай-ка посмотрю. Три камня Барензии. Да, вот некоторые амулеты, но продавать особо нечего. Есть вещи, которые я бы в музей отправил. Вечно молчаливый бьерлом. Да, давай травой, давай это рано. У меня уже, это... Привычка. Без остановок. Ну, кстати, в этом плане я на стороне Иго. Мне Рифтон тоже по атмосфере больше нравится. Все города красивые. Именно города. Ну, Рифтон такой... Не знаю. Он прям интересный. Он грязный. Он... Опасный. Но интересный. Надо бы, кстати, уже раздобыть как-то лук с прицелом. А чтобы это сделать, мне нужно научиться крафтить стеклянные, получается, предметы. А это не быстро. А улучшить я могу? Улучшать же я, ну, до какого-то примитивного уровня, но я же могу. Надо как минимум таким заниматься, чтобы хоть как-то уровень-то получать. Ну вот при следующем визите в Элизиум я знаю, что делать. Что происходит? Помогите. Что, 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 что? Что происходит? Кто с кем война? Не понял. В чем дело? Эмм. Ладно. Вот я про это говорю, что опасно. Просто кто-то кого-то пытался сейчас убить. Причем это стражники. То есть это что-то либо незаконное, либо, я не знаю. Пытались, может, бандиты. Хочешь выпить? Да нет. Нет. Я буду здесь находиться столько, сколько захочу. Надеюсь, ты с хорошими вестями. Дело сделано. Вот сведения. Немного мы узнали. Единственное, что может указать на партнера Сабьерна, этот странный символ. Да, и я не в первый раз его вижу. Что ж. Кто бы не подписывался этим странным символом, он пожалеет, что связался со мной. Немедленно сообщи обо всем в гильдию воров. Еще есть вопрос твоей награды. Думаю, тебе понравится сумма, которую я плачу за услуги. Ступай себе. Стеклянный меч веса, простите. Стеклянный меч веса. Иллюзорный вес временно уменьшает текущее здоровье на четверть, на десять. Я вообще не понимаю, что значит это действие. Но я знаю точно, что я, наверное, даже не против начать. Может, пользоваться мечами все-таки. Ну, я имею в виду в дополнение к кинжалам. Хотя у меня, блин, бритва Мируниса. Которая тоже не шутка. Даже не знаю. Да хоть посмотрим на него. Ну, круто, конечно. Стеклянное мне очень нравится снаряжение. Не совсем мой стиль, но оно красивое. Это... Этого не занимать. Не обращайте внимания. Я... Я понял. Уходим отсюда. Я просто подключил заряжаться наушники и в игре сломался свет. Нормально. Так, ну пошли в гильдию. Странную дорогу выбрал, согласен. Мне просто нужен второй меч. Вот какой-нибудь второй крутой найду. Можно будет начать. Ну, кстати, по урону, да? 23? Сколько у этого меча? Он обычный меч. 23 урона. У меня у бритвы Мируниса 23 урона. По-моему. Да, у меня у бритвы Мируниса 23 урона. Ну, у кинжала Астрид 21. 23? Слушай, может быть, переход на мечи не такой осмысленный с другой стороны. Привет. Рад тебя видеть. Ой. Прости, ты... Ты просто со спины очень сильно похож на... Не на себя. Тренировочные сундуки. Так. Говорят, что бедолага Сабьерн попал в тюрьму в Вайтраме. Как же ему не повезло. Да, Мавин рада. Именно. Теперь ты понимаешь, как работает наша система? Мавин сообщила, что тебе удалось там что-то еще раскопать. Это важно для гильдии? Ну, это опять тот же самый символ, что и в злотоцвете. Я не очень понимаю. Значит, это не совпадение. Сперва Оренгот, теперь Сабьерн. Кто-то пытается нас задавить. Поссорить Мавин с гильдией. И что нам делать? Мерсер думает, что знает, как вывести нашего врага на чистую воду. Он хочет тебя срочно увидеть. Я бы на твоем месте поторопиться. Я его никогда таким злым не видел. Ну, я вроде все сделал как нужно. Ко мне вопросов не может быть. Так, подожди. Не надо по мне. Не руин, кстати. Если хочешь поучиться стрелять, и у тебя есть деньги, я могу тебе поучить. А, ну, у тебя дорого. Давай. Я научу тебя всему, что знаю сам. Две тысячи. Давай вот. Шестьдесят шесть. Шестьдесят семь. Шестьдесят восемь. Просто восемь тысяч. Шесть тысяч, точнее. Как будто бы и не было. Но он мастер, у него надо, конечно, запариваться. Так, замки. Никогда не поздно потренироваться. Тут еще и что-то лежит внутри. Так, давай ученика откроем. Оркский. Оркский меч. У меня такого не было еще. Адептам. Ай, с первого раза. Просто один навык. По сути, один навык это все делает. Потому что... А, да. Умлет аркая. Поднимает здоровье на десять. Такое. Метист безупречный. Свиток. Потому что у меня отмычки теперь каждый раз... Офигеть. Это... Это честно вообще? Картина. Эбонитовая маска трибунала. Здравствуйте. Это вообще честно? Это вот этот навык. А, где он? Начальное положение отмычки значительно ближе к правильной позиции. Это оно делает. Я в шоке просто. Это очень нечестно, по-моему. Так, силоватоке кинжалом с движением... А, вбог, да. А я это могу? Непонятно, почему одноручное оружие не показывается. Надо куда-то вот оч... Очечка влить. Скрытные атаки наносят на 10% больше урона за каждые 200 единиц здоровья. Прерывание невидимости одновременной силовой атакой гарантирует нанесение критического удара, наносящего на 50% больше критического урона, наделяет способностью смеющийся призрак. В режиме скрытности вы можете телепортироваться за спину цели, провести силовую атаку оружием в правой руке, наносящую удвоенный скрытный урон. Мне нужен этот навык. Как-то он слишком близко к правильному положению, по-моему, открывания замка. Тот же самый символ обнаружился на медоварне Хонинга. Похоже, враг пытается нанести нам удар из-под тяжка, настроив против нас мавин черный вереск. Очень умно. Ты восхищен? У них много средств, и им удавалось годами оставаться в тени. Я поражен, что им удалось столького достичь. Только не спутай мое восхищение со слабостью. Наш враг будет жестоко наказан. И как мы будем это делать? Несмотря на всю их осторожность и тщательное планирование, они допустили ошибку. В найденной тобой купчей упоминается Гаджул Лейни. Согласно моим источникам, это старый псевдоним одного из наших связных. Его настоящее имя Гулум Ай. Скользкий ублюдок. С чего начать? Гулум Ай. Наш агент восточной имперской компании Солитюди. Готов поспорить, он был посредником при продаже поместья Златоцветы. А значит, он может назвать нам имя покупателя. Найди его и вытряси из него все, что сможешь. Если будут вопросы, поговори с Бринюльфом до отъезда. Так. Да, иди сюда. Есть разговор. Ты подождешь. Не могу поверить, что Гулум Ай во все это влез. Этот арганианин собственный хвост в темноте не найдет. Пойми меня правильно, он бы у нищего вытянул последний септин. Но он не стратег. Думаешь, с ним могут быть проблемы? Проблемы? Он один из самых упрямых ящеров, которых я знаю. Ты ащер-работенка. И как его разговорить? Тебе придется подкупить его. Только так мы привлечем его внимание. Если это не поможет, следи за ним и узнай, что он задумал. Этот Гулум Ай просто взорвался. И можно будет на него надавить. Ну, если он нас предал, то значит станет нашим должником. Да, это верно. И учитывая, что он лазает в карман Восточной Имперской Компании, мы этим воспользуемся. На всякий случай, еще раз скажу, он нам нужен живым. Пока просто сиди у него на хвосте, и он точно вступит во что-нибудь, чего так просто с подошвы не ототрет. А он опасен? Есть воры, а есть Гулум Ай. Ни чести, ни закона. Он тебе руку пожмет и в ту же минуту ударит ножом в спину. Он в последнее время забывает делиться с гильдией. Говорит, что товаров на складах мало. Наверняка врет. Держи ухвостро, он очень хитрый. Ладно. Обязательно. Эниго, зачем ты это не хочешь? Я просто стрелы собираю. Кто, кто меня звал? Нет, подожди, меня кто-то... Кто-то очень сильно зарывается, по-моему, здесь. Привет, рад тебя видеть. Я тебя тоже. А, да-да, не руин, я понял. Я помню. Солитьют, значит. Солитьют. Угадай, куда я зайду в первую очередь. Что ты здесь... Ты тоже на улицу? Нет, я услышал. Дракон. Я услышал дракона справа. Справа летает около города. Вести распространяются, как чума. Великое зло уничтожено. Благодаря тебе мы все спасены. Ммм. Там не только я работал, но, да. Осталось надеться, чтобы больше такого не произойдет. Ну, что-то такого же масштаба. Хотя после смерти Алдуина драконы стали разъяреннее, чем с ним живым. Видимо, потому что в те моменты просто следовали его указаниям, а теперь просто носят хаос. Так, и я опять забыл, куда. Хаффингер. Да. Долезай в повозку и отчаливай. Почему-то мне кажется, что я буду вечно путать. А, у меня стеклянный, возможно, уйдет. А я не буду его сортировать. Не важно. Там можно картину повесить, кое-что подсбросить. Сам это. Я еще вспомнил, что я кое-что забыл расположить там, если зайти в зал дракона рожденного, который... Ну, который общий, и спуститься вниз в подвал. Который тоже очень веселый. Инига, у тебя подарок? Давай. Ничего себе, спасибо. Кого украл? Откуда у тебя такое? Из кармана вытащил? Вот, там есть... Господи... Углы. И в углах разные предметы из самых разных мест. Помимо всяких там черепов, темного братства. Каких-то мечей, топоров и так далее. Там еще есть одеяние Титамида II. Это как раз император, который меня убил. Естественно, от незнания того, что им владея не нужны, я их не брал. Надо их туда будет закинуть. И вроде как что-то еще. А, и этот, и череп со свадьбы. Убийство на свадьбе в задании темного братства. Я не подобрал череп. Мадам. Оно нужно. Так, сейчас Гулум... Гулумай никуда не уйдет. Тем более вечером. Обязательно попробуй солить людскую рыбку. Обязательно. Прошу простить. О, господи! Вы прави распоряжаться с предметы. Но как же те, что так не казались? Подождите. Себе логидатор прекрасно разбирается в теории магии. Никогда бы не подумал, что человек на такое способен. Пусть даже и бритонец. Не хотел... Я могу идти? Я хотел задать пару вопросов насчет музея. Ты же отсюда пришел. Понравилось, не понравилось. Интересно, неинтересно. Над чем-то стоит поработать. Или нет. Гильдию надо бы начать отстраивать. А когда? Сейчас, наверное, некогда будет с поручениями братства. Ага. Так, окей. Сейчас. Мне в любом случае сюда. Потом просто еще в покое. Так, значит, смотри. Я думаю. Я более чем уверен. Меч пока складывать не буду. Оркский точно. С кеметар, я думаю. Вот этот меч. Скорее всего. Клинок Торна пока оставлю. Тесак Святого Фэлмса. Это я забыл в прошлый раз оставить. Разные амулеты, которые, не знаю, нужны или нет. Ну, амулет Аркея. Юлианоса, по-моему, был. Стендера точно. Этот вряд ли нужен. Радгардский сет я взял не просто так. Я думаю, что он там нужен. Надеюсь на это. Так, амулет Молчания. Ибонитовая маска трибута. Слушай, по-моему, ибонитовая у меня есть. Мне почему-то кажется, что она есть. Вот эта броня нужна. Я думаю, это же. Мне она точно не нужна. Мне она точно не нужна. Давай скинем. Это оставим. Свиток нет. Книги потом. И не здесь. И здесь я еще брал графин с медом Хонинга. Сто процентов. Сто проц... Квестовый предмет. А, его надо к Делвину отнести. Точно, точно, точно. Я думаю, что сюда тоже. Картину эту я сейчас скину. Вроде все. Пусть сортируется. Я тогда пойду пока наверх. Повешу картину. Оно сортируется или нет? Четыре. Ага. Ну, давай. Да, и бонитовая маска у меня уже есть. Хорошо. Родгарские не нужны. Значит, я сейчас их выброшу просто. Не, я не выброшу. Я оставлю скеметар. Слишком красивый, чтобы куда-то девать. Эта броня не нужна. На удивление. Родгарская забираю. Бонитовая маска... Что делать-то с ней? Да, отстань. Так, подожди. Музейные подставки. Куда мне Аурен сказал... Что я куда-то могу положить вещи, и он их продаст? Ну, не он. Ну, смысл понятен. Шкаф секретом? Шкаф секретом? А чё это он секретом? Даже интересно стало. Заметки Аурена об Оргнуме и Маурмерах? Что? Король Оргнум был... Господи, король Оргнум был и вполне может быть. Есть еще и по сей день великим правителем народа Маурмер и древним родственником эльфов острова Саммерсад, давно высланным за пределы Пианданеи за его неоднократные попытки завоевать Саммерседские острова. Оргнум предположительно бессмертен, становясь с годами более молодым, но не этим он наиболее знаменит своим волшебным сундуком, который наполняется чистым золотом из ниоткуда. Я предполагаю, что это безграничное богатство на самом деле используют те же эфирные транспортные источники, что использовали в своей культуре снежные эльфы и айлы, айлэйды, которые позволяют достичь Оргнума через портал и захватить горсть золота из какого-либо другого места. Из-за случайного характера выбора источника обогащения, я предполагаю, что эти волшебные колодцы дохода открывались в сокровищницах и хранилищах других богатых людей, возможно его собственных врагов, возможно совершенно случайных. В последний раз сундук был замечен во владении чемпиона эпохи имперского симулякра, после чего его существование превратилось в легенду и было забыто. Но мне удалось найти упоминание, что когда чемпион закончил свои приключения в славе и богатстве, не в последнюю очередь благодаря сундуку, он спрятал сундук здесь в Скайриме, защитив ее древним злом, чтобы отогнать любого, кто ищет неиссякаемое богатство. Возможно он хранится вместе с останками одного из драконьих жрецов, это было бы довольно опасное предприятие, один я ни за что не осмелюсь, но было бы очень интересно узнать его судьбу. Я займусь. Письменные принадлежности... О! Кожевенные при... Каким образом это здесь оказалось? Это я скинул, наверное. Письменный стол. Так, ладно. Просто есть заметки еще о Симахе, но мы чуть попозже, короче, с этим поработаем, я понял, тут интересно. Эмм... Блин. Ну не барахло же он продает. Сортировщик, пол манекенов, скамья, картины с секретом. Но ее лучше не открывать, это правило. Ладно, неважно, тогда потом придумаю, что с этим сделать. Может быть, я тогда... Давай так сделаем. Из того, что у меня просто есть. Хотя хрен с ним. Не могу определиться, все. Отстаньте от меня. Наверх, за картиной. Одну картину повешу. И сейчас надо по-быстрому спуститься в жилые. В свои. Блин, то, что ты бонит, твоя маска трибунала у меня уже есть, это обидно. Я думал, если честно. Я даже был уверен, что... Маски трибунала, они как-то самосто... Ну, то есть, не то, что она там одна копия во всем мире. Но я думал, что как-то больше одной, ну, дубликат будет сложно найти. А это довольно часто, оказывается. То есть, я за все время нашел только три маски. И две из них повторились. Сейчас еще кое-что нужно забрать со столика у меня тут. Потому что, оказывается, либо оно появилось, либо я этого не заметил. Короче, здесь есть кошель с монетами, куча септимов. И это не так важно, насколько важно... Наличие здесь скольки карт. Карта мистика, карта мистика, карта искусителя, карта фортуны, карта искусителя. Я офигел, когда это увидел. Просто только сейчас вспомнил, что это было. Так. Дневники, свитки. Блин, а у меня только здесь это? Книга хранилища, которая, кстати, здесь не имеет никакого смысла. Потому что у нас тут буквально есть огромная библиотека. У меня просто больше нигде нет, да? Коллекция карт судьбы. Сомнительный смысл в этом. Еще одну книгу хранилища. Стол. Комплекты брони. О-о-о! Это, кстати, интересно. Просто одежда, просто шкаф, секретар с украшениями, тумбочка. Ну, то есть у меня, если что, то у меня все там, понял? Да что здесь не так? Я про то, что, типа, вот дневники, например, да? Пусть они все будут здесь. Дневник Арвила, Жазара, Мауруса, дневник, 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 дневник. Их просто некуда девать, поэтому. И, наверное, сюда же я сейчас еще кину. Потрепанный дневник. Досье. И заметки. А сюда записки. Приглашение. Двеймерская технология мне не нужна. Ну, в плане читать Элизиумский я ставлю. Это не нужно, это не нужно. Это я никуда не дену. Грамота. Записка. Записка. Заметки. Записка. Записка. Заметки. Заметки. Записки. Тоже записки надо в дневники кинуть. Игры за обедом. Еще охотников за сокровищами. Вот это все сюда. Это сейчас все скинем в библиотеку. Об усыновлении. Отчет от Дьявола о драконах. Письмо от Ауриены. Письмо, письмо, письмо. Барензия. Приглашение. Распоряжение членам культа. Просто таскаю с собой, как бред. Явно же не нужен. Все записки. И вроде как все. Все. Сейчас тогда вот эти оставшиеся. Я знаю. Спасибо. Когда один раз дракон чуть не сжег мне Элизию. Ну, да. Примерно понимаю, что с драконами не шутят обычно. Есть такой пунктик. Так. И книга-приемник. Значит. Бестиарий, Вабаджек, Игры за обедом, Королева волчица, Кошки Скайрима, Краткая история империи 2.4. Даже если дубликаты плевать. Надежда Редарана, которых два пофиг. Песня Пеленали, Подлинная Берензия. Несколько томов, столько у меня точно не было. Похитили Принц Нищих. Там 4 или 5 уже, наверное, растущая угроза. Рислов. Руководство умелого вора. Танец в огне. Темнейшая тьма три вора. Завершена. Где вот Берензия, например? Томики, Томики. Где Томики? Не вижу Томики. А где Томики? Суловьи, гномы. И чё? Подлинная Берензия, Том 1.5. У меня там их несколько. Это куда я их дел? Дурак совсем? Ну-ка подожди. Сортировка, обновление списка. Оно не расположилось. Я не понял сейчас. Тайна товара, Том 4. Почему-то ушёл сюда. Песня пеленали, Томы ушли сюда. Берензия ушла сюда. Почему оно ушло сюда? Это чё-то нездоровое. Я не должен делать это руками. Она, по идее... Ну просто вот, да. Берензия, например. Пола какая-то у меня есть. Вы меня обманываете. Тайна товара у меня какая-то есть. И тоже не работает. Я не очень понимаю, что происходит. Я не очень понимаю, почему оно само не работает. И королеву волчицу какую-то я собирал. Истинная Берензия у меня должна быть. Танец в огне. Это странно. Обновление списка. Ладно, я чуть позже с этим разберусь. У меня есть растущие угрозы и пешком по миру. Давай вот это расположим. Если они вообще здесь есть. Видимо, нет. Растущие угрозы и пешком по миру не существует здесь. Пешком по миру. Должен быть пешком по миру. Правда, там очень много... Потому что королева волчица тоже, наверное, там где-то сверху. А почему? И тайна товара. Так, я понял. Нужно будет с этим поработать. Определенно все. Не буду на это тратить время сейчас. На что-то с библиотекой не то. Просто, ну, все тома, которые там сейчас расположены, я их не клал руками. Они туда автоматически, ну, заполнились через сортировку. Возможно, возможно, они отсортировались через общую сортировку. Наверное, да. Наверное, знаешь, надо просто тогда все книги сначала бросать в общий сортировщик. А потом уже то, что останется и не закинется в музе... Если, ну, не закинется в простые шкафы автоматически, то просто нести уже руками с пониманием, что конкретного места для этого нет. А там у меня наверняка сейчас очень много книг. Просто в шкафах. Надо будет не забыть это сделать. Потому что это же экспонаты. Вот, пока что по поводу, да, библиотеки и вот всех этих книжных историй, пока что давай на 100% будем заниматься именно музейной частью. Там с Лизиумом я чуть-чуть позже... Я просто пока решил, что я его чуть позже буду обустраивать. У меня будет очень много в музее дубликатов каких-то вещей, которые можно будет перенести и в Лизиум для просто банальной красоты. А нас ожидает очень интересный разговор с органианином. Вечером никого нет в таверне. Удивительно. Я насчет поместья золотоцвет. Я не торгую землей или недвижимостью. Но если тебе нужны товары, это, конечно, ко мне. Можешь не отнекиваться, Гаджуулей. Ты был посредником для нового владельца. Может, что ты мне гонишь? Может, да, а может и нет. Не могу же я помнить все свои сделки. Может, есть что-то, что освежит твою память? А вот это предложение весьма кстати. Мне как раз нужно кое-что раздобыть. У меня нашелся покупательный ящик огненного вина. Один такой ящик как раз хранится в Синем Дворце. Принеси его мне, и мы поговорим про поместье золотоцвет. Ну ладно, скотина. Оставить баянига за ним присматривать? На всякий случай. А я теперь должен украсть ящик огненного вина в Синем, блин, дворце. Ну да. Мне же как раз нужны проблемы с законом солить юди. Смелуйтесь над старым безумцем. Очень кстати, что ночь. И сейчас многие будут спать. Хотя стражи. Да, стражи, я думаю, плевать. Здрасте. Как я рову? Он же здесь. Он же спит наверняка. Деваришины. Повезло, что не было просто никого внутри. О, господин, ты вправе распоряжаться своим временем. Но как же те, что так от тебя зависит? Так, ну его дебильное поручение выполнено, однако... Я предлагаю пока что давайте на этом остановимся и перед тем, как продолжим с ним... Это безусловно странное дело. Пока немного передохнем. На этом все. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк, прокомментируйте и подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны. А также не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Напоминаю, что спонсоры канала получают доступ к новым сериям Скайрима чуть раньше остальных. А на этом все. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok